дис пари у нее у женщин об этом мало говорят но болезненные неприятные ощущения при половом контакте испытывают примерно 46 процентов женщин в возрасте от 18 до 45 лет чтобы обозначить сексуальный дискомфорт и болезненность в медицине используется термин дис пари у нее такое состояние обычно само по себе не является заболеванием а служит симптомом других расстройств сексуальной сфере если болезненность и дискомфорт приобретают выраженный и стойкий характер то это приводит к заметному снижению качество жизни любой женщины сексуально активного возраста формы дис пари у нее сейчас выделяют три варианта органическая в основе симптоматики лежит конкретная патология органов малого таза мочевыводящий и половой систем психогенная при таких состояниях обнаружить аномалии со стороны внутренних органов не удается допускают что весь ключевое значение имеют эмоции смешанная это психосоматическая форма причину искать и находить необходимо так как дис пари у нее у женщин должна курироваться разными по профилю специалистами хирургического профиля гинекологом или психологической направленности сексологом не трудно догадаться что в зависимости от варианта дис пари у нее формы ее будут отличаться кардинально друг от друга в развитии психогенных расстройств виноваты такие факторы это личностные проблемы стрессовые ситуации хронические депрессивные состояния неврозы утрата доверия к партнеру и неприятие женской роли половых отношений дальше запускается каскад психосоматических реакций следствием чего становится спазм гладкомышечных волокон а значит боль очень быстро формируется замкнутый круг спазм и болезненность при половом контакте усиливают страх а страх еще больше усиливает мышечный спазм так постепенно и незаметно психогенный вариант превращается в психосоматический органические изменения со стороны женских половых органов тоже становятся причиной неиспорения она развивается после травм гинекологических операций вмешательств на органах малого таза нарушение тонуса сфинктеров и мышц тазового дна приводит к ощущению постоянного напряжения в области низа живота и половых органов чем сильнее спазм тем выраженнее болевой синдром а так как сознание не способно контролировать гладкую мускулатуру расслабиться усилием воли не получится боль возникает из-за нарушения микроциркуляции усиливается при попытке полового контакта кроме болевого синдрома отмечаются такие жалобы чувство отека и давления в области половых органов боли в проекции матки числообразные временные болевые ощущения внизу живота боли в малом тазу многие женщины описывают очень яркие эмоциональные переживания негативные направленности которые сопровождают телесный дискомфорт повторяясь раз за разом такие ситуации приводят к стойким доминантам психики направленным на неприятие половой жизни неудивительно что симптомы диспарюния могут довести женщину до утраты либидо либо развития эротофобии диагностика диспарюния когда на прием врачу приходит пациентка с жалобами на боль при половых контактах грамотный специалист должен ее опросить и осмотреть как правило полученной информации бывает достаточно чтобы выделить ключевой триггерный фактор проблемы в пользу психогенности болевого синдрома говорят пережитые стрессы эпизоды сексуального насилия уменьшение симптоматики на фоне приема алкоголя или отсутствия жалоб с другими половыми подборами к органической же диспарюнии приводят различные заболевания это острые хронические венерические инфекции это повреждение связочного аппарата матки аномалии расположения матки воспалительные явления в области половых органов гулюмито-вагениты эндометриоз спаечный процесс в области малого таза иногда при осмотре врач не выявляет какой-то патологии при осмотре наружных половых органов если все выглядит нормально в такой ситуации диспарюния может развиваться из-за аномалии внутренних половых органов в таких случаях используют инструментальные методики это УЗИ включая трансвагинальное исследование это магнитно-резонансную томографию диагностическую ляпароскопию в конце концов обычно необходимость в таких методах возникает при сомнениях в отношении психогенности расстройств потому что неправильно установленная причина приведет к безрезультатному лечению и будет способствовать закреплению патологической доминанты практика показывает что разделение методик на сугубо психологические и гинекологические не столь эффективно как ожидалось в начале лечение диспарюнии сейчас приходит понимание что если у женщины диспарюния лечение требуется комплексное мульти дисциплинарное только на самых ранних этапах расстройства можно рассчитывать на эффект от работы одного либо лишь гинеколога либо лишь драматолога или психолога но как правило к медикам женщины обращаются уже тогда когда сил терпеть нет то есть с существенной давностью процесса если причина носит органический характер первым делом устраняют ее дезируют спайки корректируют гормональные расстройства сложно бороться с диспарюнией если ее причиной стал эндометриоз или грубые рубцы после травм любого генеза иногда на период лечения приходится добавлять препараты подавляющие липиды обманчиво простыми были где-то возрастные гормональные изменения сухость, худистое влагалище может стать причиной диспарюнии во время климакса и гинекологи свечи неплохо первое время снимают симптомы трофического кальпита но надеяться только на них нельзя повторяющийся дискомфорт к сексе не повод увеличить их количество а признак того что нужно посетить гинеколога при подозрении на диспарюнии обращайтесь гинекологом в наши клиники а 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 Субтитры сделал DimaTorzok